Как развивается мировая экономика России и Тверской области? Какие события в фокусе дня? Обо всем этом за три минуты. Поправки предусматривают сохранение профицита бюджета Российской Федерации на уровне 0,8% ВВП в 2020 году. Предполагается увеличение доходов в текущем году на 214 миллиардов рублей, в следующем на 645 миллиардов рублей, а в 2022 на 755 миллиардов рублей. Рост доходов обеспечен ростом нефтегазовых доходов, ростом налоговых и таможенных платежей, в том числе от их собираемости. В поправках также учтены решения о приобретении правительством пакета Сбербанка в Банке России. Часть прибыли ЦБ от продажи пакета будет перечислена в бюджет. Эти средства помогут решить задачи из послания президента. В том числе деньги будут направлены на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет, организацию горячего питания в школах, выплаты материнского капитала, лекарственное обеспечение. Банк России хочет дать призывникам право на кредитные каникулы на период срочной службы, заявила глава регулятора Эльвира Набиулина, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами. В прошлом году был введен механизм ипотечных каникул для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию, наполнила глава регулятора. По ее словам, пока ими воспользовалось не так много людей. По оценкам ЦБ, около 15 тысяч человек обратились за каникулами. 8 тысяч воспользовались ими, часть заявок еще рассматривается. По 4 тысячам заявок получен отказ. В Тверской области объявлено о начале конкурса по предоставлению субсидий предпринимателям на создание музеев, информационных центров и других объектов туриндустрии. Максимальный размер субсидий – 1 миллион рублей. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые планируют создать объекты показа для туристов, могут получить финансовую поддержку от области. По условиям программы, получатель гранта должен вложить в реализацию проекта не менее 50% от общей суммы собственных средств. Для участия в конкурсе необходимо предоставить презентацию проекта «Финансово-экономический план» его реализации «Юридические документы», подтверждающие отсутствие административных и иных нарушений. На улицах Твери мы узнали у жителей, чего не хватает области для привлечения большего потока туристов, по их мнению. У нас, конечно, много всего интересного и красивого, если все это организовать, найти способы. Мне кажется, должно получиться. Чтобы привлекать туристов, надо, чтобы город был ухожен. Видите, Трисфятская какая грязная у нас. Центральная улица, казалось бы, проволочная, а грязная. Дороги плохие, добраться к нам сложно. Те места, которые имеют какое-то значение историческое. Потому что город, вот смотрите, какой некрасивый. Дома надо покрасить. Ну, я не знаю, вот при моей жизни, наверное, один раз только красили фасады в нашем городе. Я как турист, допустим, еду, что меня привлекает? Чтобы было чисто, удобно доехать. Правильно? Чтобы все это, ну, как просмотреть. Вот я ездила в музей Серова, да? Даже простых указателей нет. Я услышала о нем чисто случайно. Просто рекламы нет его. Экономический обзор для тех, кто хочет знать актуальную информацию и оставаться в курсе экономических событий.